здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас будет наверное самая современная интерпретация пасхальных яиц у меня форма яйца козульное тесто три вида айсинга жидкого белый розовый такой персиковый и соответственно базовая консистенция для контура я на всех яйцах делаю контур и дальше вы снова контурным айсингом должны разделить яйцо яичко которое у вас есть на сегменты что-то у вас будет прокрашена белым что-то розовым что-то персиковым делать это сразу жидким я не рекомендую потому что вы можете просто не проконтролировать и айсинг утечет ненужное направление допустим так и теперь я отрезаю у всех мешков носики и заполняю каждый пряник сразу тремя цветами и посерединке я сразу прорисовываю цветным айсингом залили сразу хорошо потрясли чтобы айсинг слился друг с другом чтобы полосочки которые мы прорисовали они ушли внутрь и их не было видно хвостики которые сбоку их тоже можно слегка задекорировать и даем яйцам хорошо просушиться все то же самое я делаю с двумя другими заготовками если у меня все три яичка идут в комплекте то и цвета я оставляю на тех же местах то есть в принципе это конечно не важно потому что вы можете их комбинировать и в разные части яйца положить но вот я решила сделать их одинаковыми просто рисунок будет слегка отличаться если есть пузырьки здесь их обязательно прокалываете убирайте потому что другого какого-то очень сильно закрывающего декора не будет и чтобы пузырьки не портили внешний вид и так отправляю заготовки сушиться и приступим к последующему декору пряники просохли и теперь я густым айсингом тем самым которыми делала контур я создаю контур между частями которые мы наложили рядом друг с другом сегодня мы будем использовать еще цветной пигмент блестящий на таких яйцах не делают обычно бордюр какой-нибудь кружевной потому что стилизация совсем другая внутреннее разделение на сегменты будет подчеркивать вот эту вот эстетику и соответственно делать их вы можете из любой с любым сочетанием цветов мне кажется по всякому будет смотреться красиво даем просохнуть и одну из линий мы закрасим цветным пигментом и подсохли и я буду подкрашивать яйца пигментом блестящим называется бронза пигмент от компании nativa кондитер он разводится в спирте у меня здесь спирт небольшое количество спирта выливают на крышечку и пигмент кладу в этот спирт будете делать сильно жидко будет эффект такой полупрозрачности если вы разведете густо покроет пигмент полностью тот цвет который лежит под ним но мы не будем делать именно тонировку фона я буду тонировать исключительно одну из полосочек видно что покрывает очень-очень плотно обязательно рисуйте аккуратно потому что кисточкой можете забить задеть фон вот смотрите как здорово выглядит я делаю все то же самое на других яйцах вот такой вот небольшой блестящий декоративный элемент который только и подчеркивает эстетику этой росписи очень по-современному очень несложно и на мой взгляд очень стильно так и Продолжение следует...